Цель провокатора заставить вас реагировать, испытывать страх, стыд, вину, гнев и другие эмоции, которые выведут вас из равновесия, заставить вас оправдываться, защищаться, спорить, отвечать и так далее. Если начал оправдываться, проиграл, значит виноват. Если начал спорить, проиграл, значит не уверен в себе. Если начал злиться и атаковать в ответ, проиграл, значит такой злой, подставился. Если промолчал, стерпел, проглотил, терпило, расписался в собственной роли жертвы и так далее. Как отвечать на провокации, если любой твой ответ будет использован против тебя? Как реагировать, если любая реакция будет неправильной? И даже отсутствие реакции будет неправильной реакцией? Для того, чтобы спровоцировать вас на реакцию и раскачать вас по эмоциям, достаточно воздействовать на ваши ценности, критерии, страхи, потребности, боли, слабости. На все то, что для вас заряжено эмоциями и на что вы не сможете не среагировать. В ход идут и просто вопросы, и обвинения, перекладывание ответственности, оскорбление, обесценивание, вранье, нарушение личностных границ, угроза, шантаж, вымогательство и другие манипулятивные приемы, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию. Например, ты никто, ничто и звать тебя никак. Или, ты ничего не умеешь, ты ничего не можешь, ты ничего не знаешь. Или, как можно нести такую пургу? Это же просто чушь. Или, посмотри, до чего ты меня довел, все из-за тебя. Или, слушай, бьет, значит, любит. Моргаешь, значит, абьюзер. Если в ваши планы не входят, ввязываться в какие-то оральные схватки, доказывать у кого язык острее и кто из вас д'Артаньян. Например, в случае, если речь идет про вашего начальника-людоеда, но увольняться вы не планируете, не хотите. Или, например, ваши родные и близкие проявляют скверный характер, но они вам дороги, как память. Или просто речь про каких-то хамов, провокаторов и прочих токсичных личностей, но вам важно и себя не потерять, и бисер не метать, и врагов не плодить. То здесь вместо каких-то сложных речевых стратегий, боевой риторики или шизофренно-генные коммуникации, можно просто научиться оставлять человека с его мнением. Принцип простой. Не нравится – не ешь. Невкусно – выплюнь. Не твое – не трогай. Не нужно пачкаться в чужом мнении. Оставь человеку право быть неправым. На всякий случай в голове держим. Правило. Первое. Со мной все окей. Я такой, какой я есть. Если у кого-то другое мнение, это всего-навсего его мнение, а у меня мнение такое, наши мнения могут отличаться. Так бывает. Второе. У меня есть мои эмоции, я имею право их проявлять, проживать. Чтобы кто по этому поводу не думал. Третье. В первую очередь я должен заботиться о себе. В том числе проявлять, проживать свои эмоции. Кто бы что по этому поводу не думал. Это правило психологической устойчивости и защиты личных границ. Итак, что конкретно делать? Шаг первый. Включенность. Провокация нацелена на то, чтобы выключить вас, чтобы вы среагировали, чтобы вы ушли в себя, выключились из собеседника. Вместо этого, как только вы почувствуете, что в вас попали, вы среагировали или вас начали раскачивать по эмоциям, наоборот, включитесь с интересом в собеседника и продышите стресс и реакцию с интересом и включенностью, и, возможно, с удивлением. Можете про себя даже сказать, ух ты, оно разговаривает. Помните принцип. Собака смотрит на палку, а лев на того, кто ее бросил. Ваша включенность, интерес и удивление даст вам реальное время для того, чтобы продышать вашу реакцию, буквально продышать, и съест ваши другие эмоции. Только удивляйтесь не в себя, удивляйтесь в собеседника, включенно. Я в тебя включен, когда ты мне интересен. Я тебя вижу. Я вижу, что ты делаешь. Я вижу твои эмоции. И мне ты интересен. И мне важно, что ты делаешь и почему. Для убедительности можете кивать головой. Или мурчать что-нибудь из активного слушания, типа «М-м-м-м, ясно, понимаю, вот это да, интересно». То есть подавайте ему сигналы о том, что вы его слышите и понимаете то, о чем он говорит. Не принимаете то, что он говорит, а понимаете значение его слов. Включенностью и активным слушанием вы как бы позволяете ему выговориться, вылить весь свой заряд в песок. При этом руки прочь от мнения собеседника. Даже не вникайте в суть и в содержание. И тем более не принимайте все это на личный счет. Не пачкайте свои мозги и свою психику в чужих эмоциях и в чужом мнении. Просто представьте, что вашему товарищу плохо, его тошнит. Вам просто нужно позволить ему все это достать из себя. Опорожниться. Человеку очень важно получать подтверждение, что его слышат, слушают и понимают. Дайте ему это. С вас не убудет. Если вы не будете никак реагировать и никак не будете отвечать, то он просто продолжит вас ковырять. Ты что, глухой? Ты что, тупой? Ты что, русского языка не понимаешь? Ваша задача помочь ему потратить свой заряд, излить все это, выразить. Когда он иссякнет, выразится. Переходим ко второму шагу. Это метафрейм или диссоциация. Метафрейм это взгляд со стороны. То есть мета это над или вне, из-за. Я не в этом. Я смотрю на это с другой стороны. Я вне рамок, вне фрейма, метафрейм. Самый простой способ, как выйти за рамки и диссоциироваться. Посмотрите на происходящее со стороны и назовите это. Что это? Как это можно назвать? Это мнение? Это вопрос? Это комментарий? Это провокация? Это угроза? Это птица? Это самолет? Что это? Как это можно назвать? Прямо назови. Что это? Например. Интересное мнение. Интересный комментарий. Интересный вопрос. Или. Благодарю вас за ваш комментарий. Благодарю вас за ваш вопрос. Прекрасно, что вы поделились своим мнением. Или. Это громкие слова. Это сильное заявление. Это хорошая такая профессиональная попытка провокации. Или. Я вижу, что вы сейчас хотите меня задеть. Я вижу, что вы сейчас хотите меня разозлить. Или спровоцировать меня. Или испугать меня. Или это была мастерская попытка манипуляции. Ни в коем случае не вникайте в суть и в содержание. Иначе вы начнете все это содержание проживать. И реагировать. Ассоциироваться. Брать на себя. Вас так затащат. Вы так испачкаетесь в этом мнении. В этих словах. Фактически вы говорите. Это твое мнение. Это всего-навсего мнение. И оно всего-навсего твое. Я его не беру. Я его не трогаю. Я не могу с этим ничего поделать. У меня вообще лапки. Тебя сейчас тошнит твоим содержимым. Тебе сейчас плохо. Возможно тебе скоро полегчает. Это не точно. Метафрейм сам по себе прекрасно подходит для того, чтобы выйти из слияния. Из зависимости от чужого мнения. А иногда и разоблачать собеседника. И прекрасная черта, прекрасная особенность метафрейма заключается в том, что я могу сидеть в нем достаточно долго. Например, если вас пытаются расковырять. Это все чушь собачья. Благодарю вас за ваше мнение. Ты не понимаешь? Это не работает. Очень рад, что у вас есть своя точка зрения по этому поводу. Тебе что, нечего по этому поводу даже сказать? Ну, так себе вопрос. Ты что, пьяный? Ну, это такое не самое трезвое осуждение с вашей стороны. И так далее. Вас уже нет там, куда направлено воздействие. Вы всегда мета, вы всегда над, вы всегда вне. И оттуда показываете пальцем. Это твое мнение. Это твоя провокация. Это твой вопрос. Это твой комментарий. Наманипулировал? Теперь убирай за собой. И смотрите. Все по ситуации. Универсальных скриптов, универсальных ответов нет и быть не может. Если вы чувствуете, что вы начали реагировать, если вас начало шатать по эмоциям, вы пошли в реакцию, возвращайтесь в предыдущий шаг. Включенность, интерес, удивление и дышать. И на всякий случай задайте себе вопрос. А зачем я вообще сейчас нахожусь в этой коммуникации? Если вы видите, что провокация остановлена, мнение изолировано, вы не вляпались, чувствуете себя устойчиво, переходите к третьему шагу. Это утилизация. Вам остается попрощаться как-то с тем мнением, которое вы сейчас изолировали. Выкинуть это содержание, которое было проявлено в унитаз. Утилизировать, убрать из фона, поставить точку в диалоге. Для этого, например, можно как-то отнестись к этому содержимому, к этому мнению. Положить сверху на него свое отношение. Например. Жаль, что у тебя именно такое мнение. Сожалею, что у тебя могут быть причины думать так. Или очень хорошо, что у тебя есть своя точка зрения по этому поводу. Или прекрасно, что мы можем остаться каждый при своем мнении. Или думаю, не стоит портить ответами. Такой замечательный вопрос. Фактически это сообщение, что с твоим мнением никто ничего делать не будет. Оно никому не нужно. Его никто не берет. На этом прощайтесь, сушите разговор, выходите из коммуникации. Какой у вас вопрос? Замечательный вопрос. Следующий вопрос. Если собеседник подкидывает новые провокации, возвращайтесь к предыдущему шагу и метафреймируйте его, пока он не засохнет и не отвалится. Включенность, метафрейм, утилизация. Выслушать, изолировать, выкинуть. Например. Когда дети-то? Когда внуки? Или когда делом-то займешься? Интересны тебе вопросы. Даже жаль, что именно они приходят тебе в голову. Или, например. Слушай, на кого ты похож? Как ты вырядился? О, сколько эмоций в твоих словах. Хорошо, что у тебя есть свое мнение по этому поводу. Оставьте другому право быть неправым. Позвольте другому иметь другое мнение. Дайте возможность, дайте право другому не любить вас или испытывать эмоции, может быть даже страдать. Выходите из зависимости от другого мнения. Выходите из слияния. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...